МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваш, информационная программа Республика. С основными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радужное будущее Чувашского моногорода. Теперь администрации города придется работать, засучив рукава. В этом году в муниципалитете планируют реализовать уже три значимых проекта. Канаж получит более 800 миллионов рублей из федерального бюджета. Солдаты в белых халатах. В техникум связи училась, потом ходила на курсы медсестер. Это вот, когда я училась, мы там раньше-то хорошо к войне готовились. Благодаря им многие солдаты на Великой войне оставались в живых. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Это так называемая банка их называют. Банка, в ней вот видно артиллерийский порох. Поисковый отряд ЧГПУ вернулся с вахты памяти. Канашу из федерального бюджета выделят более 800 миллионов рублей. Указ о поддержке еще восьми моногородов накануне подписал президент России. Как местные власти намерены осваивать средства и насколько сложно было их добиться, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Этого решения из Москвы в местной администрации ждали с большой надеждой. Разрабатывать проект властям Канаша помогали в правительстве республики. Была проведена огромная работа. Глава муниципалитета Людмила Иванова не скрывает, презентовать программу приходилось в условиях серьезной конкуренции. На денежный транш претендовали почти 300 городов. Но комиссию интересовали не только документы. Планы развития территории специалисты изучали с выездом на места. Этот экзамен удалось сдать успешно. Нашему городу сделан очень большой подарок. Мы даже и не ожидали, что из 280 моногородов России будет выявлено всего 5 моногородов. И в том числе окажется город Канаш. Наш маленький городок, о котором заявил Владимир Владимирович Путин. И подписан уже указ о выделении нашему городу 820 миллионов рублей. 820 миллионов рублей для Канаша и действительно солидная сумма. Размер муниципального бюджета сейчас не превышает и 300 миллионов. Поддержка правительства страны для моногорода своевременно. Теперь здесь планируют реализовать сразу 5 значимых проектов. Уже этим летом необходимо модернизировать котельную на окраине Канаша. Ее мощности ограничены, оборудование здесь не меняли со дня открытия. Приборы работают на износ, отапливая 30 жилых домов и школу. Но этот район сейчас развивается активными темпами. Чтобы обеспечить теплом и новостройки, в котельную установят энергоэффективные агрегаты. В результате реконструкции будет полностью заменено теплосиловое оборудование, насосные агрегаты, бойлерное, которое будет заменено на то оборудование, которое более энергетически эффективнее. Установленная мощность на данный момент котельная не позволяет удовлетворять заявки на подключение новых потребителей. А реконструкция позволит нам увеличить мощность. Мощность данной котельной на данный момент составляет 14 гигакалорий в час. А после реконструкции она будет составлять 18. В этом же районе намерены заменить канализацию и водопроводные сети, реконструировать очистные сооружения. А в следующем году здесь начнут строить и объездную дорогу. Все эти проекты должны помочь развиться индустриальному парку Канаша. Городу необходимы инвесторы и новые заводы. Предприятия, которые здесь работают сейчас, сдают позиции. Городу нужны инвесторы. Нужно развивать промышленность. Нужно создавать новые рабочие места. Учитывая, что градообразующие предприятия, это у нас промтрактор «Вагон» и Канашский автоагрегатный завод, работают уже сейчас не на полную мощность. Они действительно у нас сейчас уже проблемные заводы. И идет сокращение численности рабочих мест. И инвесторы уже присматриваются к Канашу. Чтобы новые заводы обосновались здесь надолго, необходимо создать подобающие условия и современную инфраструктуру. Теперь администрации города придется работать, засучив рукава. В этом году в муниципалитете планируют реализовать уже три значимых проекта. Построить современную котельную, очистные сооружения и реконструировать водопроводные сети. Причем в индустриальной зоне Канаша свое производство намерены расширить и немецкие инвесторы. Сейчас они ждут, когда город выполнит свои обязательства. Медрик Ковалев и Александр Петров. Республика. В преддверии 9 мая большинство репортажей посвящены предстоящему празднику. Вот и сейчас сюжет о встрече главы Чувашии с ветеранами войны, которая состоялась сегодня в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. На встрече побывала и наша съемочная группа. Место встречи выбрали не случайно. Здесь собрались те участники войны, кто ставил на ноги раненых солдат и оказывал им неотложную медицинскую помощь. Они – военные врачи. Благодаря им по сей день ветераны встречают День Великой Победы вместе с нами. Одна из медсестер Татьяна Андреевна за время войны 19 раз давала кровь, за что получила особую награду в виде медали. В техникум связи училась, потом ходила на курсы медсестеры, когда я училась. Там раньше-то хорошо к войне готовились. Когда я была на фронте, у нас даже многие так тоже пришли, уже знали все, что перевязывать, как перевязывать, как шины накладывать, это все нас учили, как уколы делать, это все мы знали. Поздравить ветеранов и выразить им благодарность пришел и Михаил Игнатьев. Он отметил, что образ военного медика – олицетворение высокого гуманизма, мужества и самоотверженности. Мы много очень мероприятий проводим в этом году, можно сказать, как никогда, с одной единственной целью, чтобы молодое поколение понимало и знало цену победы всего советского великого народа во Великой Отечественной войне. Участники встречи рассказывали о медицине военные годы, делились воспоминаниями и подвигами. На встречу пришли 16 ветеранов. 16 человек из тех миллионов, благодаря которым мы живем. Евгения Егорова, Евгений Анисимов. Республика. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. В этот день родился основатель организации, общественный деятель, лауреат Анри Дюна. В 1859 году он организовал оказание помощи раненым во время Австро-Итало-Французской войны, одного из самых кровопролитных сражений 19 века, жертвами которой стали около 40 тысяч убитых и раненых. Современный Международный комитет Красного Креста – независимая и нейтральная организация, которая занимается предоставлением защиты и оказанием помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и внутренних беспорядков. Кто может точно сказать, сколько братских могил оставила после себя Великая Отечественная война? Словно путевыми столбами отмечены ими километры и километры дорог на Берлин. Даже в нашей, тыловой Чувашии, они есть. Под этими плитами покоятся 86 солдат и офицеров, умерших в госпиталях Чебоксар с 1941 по 1945 год. Первых раненых в Чувашии приняли уже в июле 1941-го, а к концу года на территории республики работали 17 вакогоспиталей. Для них были выделены лучшие помещения – клубы, школы, районные больницы. Врачи делали невероятное. Не имея антибиотиков, они поднимали на ноги тысячи раненых с тяжелыми осложнениями. Весь в тыл доставляли, как правило, таких больных. Жители Чувашии помогали, чем могли. Ухаживали за ранеными, делились с ними продуктами и одеждой, собирали лекарственные травы. За всю войну было заготовлено свыше 40 тонн разных полезных растений. Такой была наша война. Студенты Чувашского педуниверситета, участники поискового отряда «Память» вернулись в Российской вахты памяти. В этом году они побывали в Кировском районе Ленинградской области. Вместе с поисковиками по местам боевой славы прошли Елена Гальперина и Антон Вовк. Вперед! Семидесятилетию прорыва блокады посвящается. Из 12 боевых стратегических операций под Ленинградом, семь было проведено советским командованием на территории Кировского района. Этот лес появился уже после Великой Отечественной. А в 41-44 годах здесь были болота, которые немцы обстреливали с Синявинских высот. Воронки, окопы, траншеи, блиндажи. Шагу вступить некуда, чтобы не наткнуться на военный след. Идет. Это вот нашли поисковики. Это так называемая банка их называют. Банка. В ней вот видно артиллерийский порох, который находился внутри. За неделю поисковики из Чувашского педуниверситета подняли останки семерых бойцов. Никаких документов при них не было. Лишь один незаполненный медальон. Но есть и сенсационные находки. Буквально перед приездом нашей съемочной группы ребята наткнулись на командирский блиндаж. Собственно говоря, о том, что это старший лейтенант, мы поняли по вот этой петлице, которая на вороте рубахи у него располагалась. На ней вы можете видеть три ромба красных, что соответствует званию старшего лейтенанта. Трофеи вахты 2014 едва умещаются в кадре. Противогазы наши немецкие, оптичные флакончики, винтовка Мосина для оружия, пролежавшего в земле 70 лет, она очень неплохо сохранилась. Патроны, пулеметные, автоматные диски, предметы быта. Но главная находка – портмоне, в котором хранился комсомольский билет. Обложку еще можно прочитать, а имя владельца установит только специальная экспертиза, если повезет. Его расслаивать – это очень, конечно, сложный случай. Поднятые останки ребята передали руководству Кировского района для погребения в мемориале Синявина. Всего за месяц вахты всеми отрядами, а вместе с поисковиками из Чувашии работали коллеги из Мариэл, Северодвинска, Тамбова, других регионов, обнаружены останки почти 500 бойцов. Имена от 22 уже установлены. Елена Гальперина, Антон Вовк, Ленинградская область, Кировский район, Синявинские высоты. Подробнее о том, как живут и работают поисковики, в программе «След в истории». Она выйдет в эфир 28 мая. Не пропустите, ведь в новостях мы рассказали лишь часть этой истории. А будет еще интереснее. О других событиях. Президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на противодействие попыткам посягательства на историческую память в отношении событий Второй мировой войны. Согласно закону, вводится уголовная ответственность за отрицание фактов преступлений и за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы войны. А накануне в Чебоксарах прошла памятная акция «Свеча памяти по погибшим в Одессе». Напомню, что 2 мая в пожаре в Думе профсоюзов и в столкновениях погибли 47 человек. На Украине был объявлен трехдневный траур. Свет одной маленькой свечи способен рассеять большую тьму. Активисты молодой гвардии «Единой России» и все неравнодушные граждане зажгли свечи в память о погибших в Одессе. Таким образом, выразив соболезнования и поддержку жителям украинского народа в столь трудное для них время. Глядя на все то, что в данный момент происходит в Восточной Украине, естественно, мы, молодежь, не можем оставаться в стороне. И мы решили, проведя сегодня свечу памяти, поддержать всех тех, кто в данный момент в Восточной Украине борется за свою свободу и за свои права. И всех тех, кто погиб 2 мая в Одессе. Естественно, я категорически против того насилия, что происходит в данный момент именно там. На фоне украинских событий крайне важно помнить историю. Пренебрежение ее уроками может привести к непоправимым последствиям. Украинские события – одни из самых убедительных аргументов в пользу того, как важно помнить руки истории и пресекать все попытки ее переписать. И в России есть факты реабилитации фашизма. И сейчас последние события на Украине показывают, что нужно предпринимать реальные шаги для борьбы с этой коричневой чумой, которая поразила нашу братскую страну, Украину. Мы увидели последние события по Одессе, то, что творится, карательная операция на Юго-Востоке, от Донецка, под Славянском. И считаю, что данный закон призван для пресечения таких актов и реабилитации фашизма, мандеровщины и других фактов, которые носят именно насильственный характер, бесчеловечный характер, который должен осуждаться всем мировым сообществом. Молодежь часто обвиняют в непатриотизме. Опровергнуть это расхожее мнение удалось нашему корреспонденту. Заслышав слово «байкер», большинство людей представляют себе брутального бандита-нигилиста, нарушающего все правила дорожного движения. Ребята из мотоклуба «Ночные волки» полностью разрушили этот стереотип. «Ночной волк» – это прежде всего патриот своей страны. Живем мы по старым законам нашим православным. Стараемся не ударить в грязь лицом, быть достойными этого звания. Не забывают «Ночные волки» и о традициях. Святочтут обычаи своих предков и создают новые. Они ежегодно организовывают свои акции. В прошлом году мы ездили в Волгоград, заезжали там на Поклонную гору. Честно говоря, по телевизору это смотрится все иначе. Когда там непосредственно находишься, начинаешь прочувствовать всю эту боль, которая там заложена в этих горах, в этих сюжетах, картин. Возлагали цветы на Поклонной горе у Вечного огня. 9 мая русские мотоциклисты соберутся все вместе на берегу Суры на мотопосту. Мы решили заехать большой колонной в город Ядрин на Вечный огонь города Ядрина, посетить церковь Ядринскую достопримечательность, принять участие в Ядринском праздновании Дня Победы. Екатерина Кудряшова, Александр Петров, Республика. Перед Днем Победы для участников Великой Отечественной войны устраиваются праздники, ветеранов приглашают в школы, к ним домой приходят делегации с поздравлениями. Наш земляк, ветеран Александр Михайлович Зюзин в этом году по количеству поздравлений наверняка побил все рекорды. Подробности в репортаже Марины Рябцовой. Хочу рассказать о моем дедушке, ветеране Великой Отечественной войны. Так начался рассказ, который внучка Александра Михайловича разместила в соцсетях. Вскоре в одной из газет вышла стадия под заголовком. Меня никто не поздравляет, наверное, думают, что умер. И тут же со всего мира 89-летний чебоксарец стал получать поздравления. Дочь Александра Зюзина распечатывает ветерану все сообщения. По словам дочери Галины, да и самого Александра Михайловича, информация о том, что его все забыли, сильно преувеличена. Не поздравляли с работы, с работы, с завода в основном. А руководство, президент России поздравлял все время так. И руководство республики поздравляли. А вот с завода, там же есть совет ветеранов. Они не поздравляли. После обсуждений в соцсетях ветераны просто завалили подарками и поздравлениями. Спасибо. Что сердце наше так и вас поздравляет? Сколько уже? 69. 69. С ума сойти. Ну мы вообще не ожидали, что будет такой поток писем, такой поток поздравлений. И все-таки человек, он уже старенький, и для него это, конечно, стресс. Просто стресс. Он очень переживает по этому поводу. Как и все ветераны, Александр Зюзин очень трепетно относится к дате 9 мая. В 45-м году в этот день он был в Берлине. 5 мая был в Берлине. Мы в рейсах взяли, по-моему, 2 мая. Там постояли несколько дней. И потом отошли от Берлина немного. Там остановились. Пришли офицеры наши, командиры. Говорят, ну вот все, война кончилась. Немцев, говорит, одолели, сейчас вывели. Александру Михайловичу 89 лет. Родные считают, что именно из-за такого серьезного возраста ветерана больше не приглашают на праздники в школу. А ведь дедушка еще хоть куда. Заядлый дачник. Судоводство, сад – это лучший врач. Для него такую морковь он вырастил в прошлом году. Марина Рябцева, Евгений Анисимов, Республика. В преддверии Дня Победы в 17-й школе была установлена мемориальная доска в честь выпускников погибших при исполнении воинского долга в Чеченской и Абхазской республиках. Почтить память потерянных в горячих точках солдат пришли их родители и ученики школы. На стыке двух веков, 20-го и 21-го, тысячи военнослужащих из Чувашии несли опасную службу в горячих точках. Но живыми к родным и близким вернулись не все. Более 260 воинов из нашей республики пали смертью храбрых на полях сражений. Трое из них – выпускники Чепоксарской школы номер 17. Это старший лейтенант Сергей Белебенцев, младший сержант Валерий Терехов и рядовой Алексей Романов. И сегодня имена молодых бойцов вписали в историю школы. Когда его начали отправить в Чечню, он приезжал домой на трое суток и сказал, мама, благослови ты меня. И такими жалобными глазами смотрел на меня. Я же не предполагала, что он куда-то уезжает. Вот встал на колени, поцеловал, обнял меня и ни слова не сказав, он уехал. За смелость и стойкость, проявленные при защите интересов Родины, офицер и солдаты посмертно удостоены высоких наград. Теперь и для учеников 17-й школы мемориальная доска всегда будет напоминать о подвигах, когда-то учившихся здесь героев. Екатерина Хритонова, Антон Вовк, Республика. Еще одну мемориальную доску в память о погибшем солдате открыли сегодня в селе Ишаки Чебоксарского района. Геннадий Калинин ушел служить в армию в апреле 83-го года. В середине марта 85-го погиб в Афганистане. Сегодня на родине Геннадия Калинина собрались земляки, чтобы отдать дань памяти солдату. Геннадий Калинин служил командиром мотострелкового отделения. Во время боевой операции в марте 85-го года в районе населенного пункта Кундуз его рота была обстреляна. Калинин скрытно подобрался к огневым точкам противника и забросал их гранатами. Был смертельно ранен. Посмертно Геннадия Калинина наградили орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Сегодня в селе, на доме, где родился и вырос герой, установили памятную доску, а на могиле памятник. Сегодня в Чебоксарах в Центре современного искусства открылась выставка «Ниже Нижнего». Этот проект родился в Нижнем Новгороде. Как всегда, инициаторами его стали сотрудники Приворского филиала Государственного центра современного искусства, выигравшие грант благотворительного фонда Владимира Потанина. Меняющийся музей в меняющемся мире. Вряд ли можно сказать точнее о выставочной экспозиции, которую привезли в город коллеги с Нижнего. Она настолько необычна, что переворачивать сознание и на осмысление новейшего опыта краеведения надо время. На молодежной платформе в рамках выставки прошла лекция Алексея Тубецкого на тему фотографии. Необычный исторический взгляд на развитие этого вида искусства – параллели ассоциации. Алексей пытался донести до слушателей свое отношение к фотографии, непростое и оттого весьма любопытное. Благодаря организаторам я смог приехать сюда и рассказать немного о своем творчестве художественном и о своих давних наблюдениях, о диалоге, которые между собой ведут изобразительное искусство, традиционное уникальное работа и фотографическое искусство. Как они повлияли друг на друга и как они вместе занимаются одним интересным, важным делом – созданием изображений. Как эта ситуация меняется с течением времени. Горожан ждет еще немало интересных открытий. После памятного 2003 года, когда чебоксары были культурной столицей Поволжья, мы уже успели соскучиться по удивительным вещам, которые случаются в мире искусства. 9 мая национальное телевидение «Чувашия» запланировало прямые трансляции праздничных мероприятий. В 9.30 в мемориальном комплексе «Победа» начнется подготовка к возложению цветов к монументу славы. А в полдень в эфире национального телевидения смотрите прямую трансляцию торжественного митинга на Красной площади Чебоксар и прохождение сводного полка и военной техники, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова